Меня зовут Светлана Узельна и это Красоты Радио. Сосудосуживающие капли в нос – самые распространенные, которые используют при насморке. Тем не менее, они далеко не безопасны. При систематическом применении происходит привыкание. Сосуды утрачивают способность самостоятельно поддерживать правильный тонус и остаются расширенными, несмотря на применение капель. Восстановить двигательную активность сосудов удается в таких случаях с трудом. Вепри Бополина, врач-отоларинголог Центра диагностики лечения ЛАЙТ, уверяет – поможет лишь операция. Значит, септопластика – это удаление участков перегородки носа, которые мешают носовому дыханию. То есть, если идет искривление носовой перегородки, деформация, то эти сегменты удаляются. Носовые ходы становятся шире, дыхание улучшается. То есть, использовать сосудосуживающие капли можно не более 7 дней, иначе разовьется зависимость и придется делать септопластику. И также вот искривленная носовая перегородка часто приводит к развитию хронического геймерита. То есть, в связи с тем, что кривая перегородка мешает носовому дыханию, пазухи тоже вовлекаются, и может это быть уже хроническим процессом воспалительного в пазухах. Точный диагноз может установить только врач, который осмотрит нос с помощью специального зеркала эндоскопа. На основе данных обследования назначается операция на носовой перегородке. Нужно будет лишь сдать необходимые анализы. Все там же, в медицинском центре Лайт. Операция эта делается под местным наркозом, займет примерно 30 минут. Кстати, многие путают септопластику носа с ринопластикой, которая рекомендована тем, кто недоволен своей внешностью и в частности формой носа. Но отмечает врач-отоларинголог Центра диагностики лечения Лайт Вепрева Полина, септопластика не только облегчит дыхание, но и сделает нос прямее. То есть, допустим, если у человека была прямая травма, то есть кулаком вот так, соответственно, у него вся перегородочка там сложилась гармошкой. Если это исправить, то нос-то тоже получше будет. Конечно, это не пластическая хирургия, никто об этом не говорит. То есть, если конкретно нужно исправить форму наружного носа, то это к пластическим хирургам, а не к лору. От искривленной носовой перегородки ухудшается дыхание. Человек во сне начинает храпеть. По мнению специалистов, это является не только эстетическим недостатком, но и серьезной проблемой для здоровья, и поэтому от него необходимо избавляться. Храп может вызываться несколькими причинами. Как кривой носовой перегородкой, тогда, соответственно, вот это оперативное лечение улучшает носовое дыхание, соответственно, человек не храпит. И бывает еще такая аномалия, как очень развитая мягкая неба. То есть, тогда просто иссякает мягкое небо излишнее. В Центре диагностики лечения ЛАЙТ эту операцию тоже делают, а также там можно удалить доброкачественное образование кисту. По словам врача-отоларинголога Вепревой Полины, эти операции в ЛАЙТе делают под местным наркозом. То есть, через слизистую рта это все проводится. И через это небольшое отверстие кисту удаляют. На лице никаких рубцов, швов не остается. Точно так же, как и перегородку, оперируется все из полости носа. Консультация опытного отоларинголога может избавить пациента от необходимости год за годом мучиться от боли, которую на самом деле можно вылечить быстро и эффективно. Достаточно лишь, отмечает врач Полина Вепрева, записаться к ним в ЛАЙТ на осмотр. Сделать это можно быстро через электронную регистратуру. У нас стоит установка лоркомбайн, то есть, немногие клиники могут этим похвастаться. То есть, это удобный подогрев инструмента. Потом промывание уха у нас проводится, как в стоматологической установке, из пистолета подогретым раствором. Уже не шприцом. И все это очень удобно, комфортно и без боли. В клинике ЛАЙТ работают высокогласные специалисты. Там современное оборудование, индивидуальный подход к каждому и забота о нашем с вами здоровье. Центр диагностики и лечения ЛАЙТ. Гостиный переулок, дом 5, дробь 1. Телефон 711-100. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста. Лицензия ЛО 4301002146 от 11 ноября 2015 года. ООО «Доктор ЛАЙТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова